Как сообщает информационное агентство Bloomberg, около тысячи паспортов Кипра, это половина выданных правительством, оформили представители России. Более 700 россиян, включая фигурантов списка Forbes, за последние три года купили гражданство Мальты. Список с именами новоиспеченных мальтийцев был опубликован на сайте правительства Мальты. На официальных сайтах РБК, НТВ и Ведомости сообщается, что в списке фигурируются владельцы и основатели таких компаний, как Яндекс Аркадий Волож с семьей, инвестиционно-девелоперская компания Oven Properties Борис Мин с семьей, совладелицы ассити-холдинга ЛДТ Александр Нессис с семьей. Мальтийцами также стали тезки одного из крупнейших российских землевладельцев Игоря Худокормова и Алексея Морея, главного управляющего директора и зампредседателя правления Альфа-банка, оставившего свои посты в ноябре 2017 года в связи с переездом семьи в Лондон. Также в списке семья владельца крупной девелоперской компании ФСК-лидер Владимира Воронина, топ-менеджеры лаборатории Касперского, гендиректор золотодобывающей компании «Полюс» Павел Грачев, включенный в рейтинг топ 25 самых высокооплачиваемых менеджеров России журнала Forbes, бывший топ-менеджер представительства Huawei в России, Украине и Белоруссии, глава представительства Candy Hover Group и другие. Журналистам несложно было получить информацию, ведь она была опубликована на официальном сайте правительства Мальты. Россияне, упомянутые в списке, получили мальтийские паспорта, став участниками программы гражданства за инвестиции. Минимальная сумма инвестиций, необходимая для получения гражданства Мальты – 880 000 евро без учета комиссий сборов. С подобными условиями оформления паспорта Мальты вы можете ознакомиться в нашем видео. Информацию о получении гражданства Мальты можно найти в открытом доступе, она предоставлена правительством. Информация об оформлении карибского гражданства нигде не публикуется и не передается в страну первого гражданства. Таким образом, третьи лица о получении вами второго паспорта не узнают, разве что вы сами упомяните об этом. Так, основатель Telegram Павел Дуров рассказал о получении гражданства Сент-Китс и Невис на личной странице ВКонтакте. По его словам, гражданство другого государства было получено на фоне известных проблем в России. Он не раз рассказывал о наличии у него паспорта этого государства в интервью западным изданиям. С тех пор в графе «Гражданство» в Википедии имеет двойное – Russian Agitation. По его мнению, иметь такой паспорт удобно, ведь документ позволяет путешествовать в ЕС и Великобританию без виз. Как сообщил Павел, на самом Сент-Китсе он никогда не был. Паспорт можно получить, не покидая Европу. Детальнее о стоимости и преимуществах паспорта Сент-Китс и Невис вы можете узнать в этом видео. На этом все. Подписывайтесь на наш канал. Все полезные ссылки вы можете найти в описании под видео. Ставьте лайки и задавайте свои вопросы в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok